Всем здравствуйте! Вместе с нами вы сможете смоделировать, раскрыть и сшить вот такое вот платье, которое на манекене. Кстати, оно прекрасно подойдет для знойного лета, потому что здесь у нас 100% хлопковая ткань. Ну, давайте рассмотрим все-таки сначала само платье. Оно у нас шито в стиле кантри. Есть две присборки. Кто хочет, может добавлять еще одну. Как это выполнить? Я все рассказываю, все показываю. Платье я сделала по линии низа, как вы видите, две оборки. Здесь у меня есть подъюбник в этом платье и рельефы, идущие от линии проймы до линии пришива юбки. И маленькие-маленькие выточки, потому что я саму рельефную линию снесла ближе к боковому срезу. Я выполнила вот такой вырез с лежачим воротничком стоечка. Как его сделать, тоже я рассказываю, все показываю. Затем на примерке я выполнила следующее. Я немножечко срезала плечевую линию и добавила здесь оборку. Эту оборку выполнила вдвойную. То есть вот у меня она двойная. Тоже как раскроить, все тоже показываем, рассказываем. Здесь вырез обработан обтачкой и пришит воротничок. Как я вам говорила, это платье замечательное для знойного лета. Ткань, которую вы видите замечательную. 100% катон. Из интернет-магазина Атлас. Ссылочку вам оставим в описании. Катон с вышивкой. Шикарный, просто шикарный принт. Называется акварель. Здесь сочетание сиреневого, розового, кораллового, разных-разных оттенков. Очень ярко, свежо и красиво. Этот катон в магазине представлен, насколько я помню, более 10 разных оттенков, когда я выбирала, смотрела. При заказе от 500 гривен бесплатная доставка по Украине. Мне всегда очень нравится, когда магазин Атлас, вы, наверное, видите на обзоре, мы всегда это проговариваем и показываем. Дает маленькие образцы, кусочки разных тканей, чтобы можно было определиться, пощупать на ощупь, понять, какая ткань, что из себя представляет. Поэтому, когда вы заказываете ткани, вы уже можете определиться со следующим заказом. Теперь по этому платью. Как вы видите, здесь у нас и вышивка, здесь у нас и перфорация есть. Можно сшить отдельно подъюбник, который вы будете одевать. И он у вас тоже может, допустим, быть из батиста, не привязываясь к каждому платью, там, где нужна подкладка. Вы можете сшить подъюбник. Также он у нас, кстати говоря, кажется, есть на канале. Также вы можете сшить вместе с нами платье-комбинацию. Она тоже есть у нас на канале. Поэтому, если вы хотите, вы можете набрать платье-комбинации и увидеть. Мы тоже шьем и надевать под низ тоже платье-комбинацию, которая может быть у вас не к одному платью, а, я не знаю, ко скольки. Сколько вы будете там прозрачных платьев шить, всегда она будет у вас под рукой, допустим, белого или бежевого цвета. Рассмотрите, платье на мне. Оно мне нравится. Причем нравится в нем абсолютно все. Для тех, кто только начинает шить, возьмите ткань Катон, хлопковые ткани на вооружение, потому что именно с ними вы будете получать комфорт при работе. Кайф, да, даже можно сказать. Ткани послушные, хорошо утюжатся, не скользят. И на таких тканях всегда необходимо учиться. Еще хочу показать, вот чуть-чуть поближе, давайте приблизимся, что практически, ну, даже мне кажется, вообще не мнется. Вот я сейчас беру, вот так вот сминаю, отпускаю. Смотрите, какой классный Катон. Сейчас я начну моделировать его, и смотрите, у меня платье Макси. Мне нужно определить, какая длина оборок, то есть где она будет находиться. Сначала я измеряю сантиметровой лентой длину изделия, какой мне нужно. Вот у меня будет длина изделия в готовом виде 125 сантиметров от седьмого шейного позвонка. Я прикладываю 125 сантиметров именно к седьмому шейному позвонку. И смотрю, что я могу сделать две оборки, ну, например, по 30 сантиметров. Или одну сделать 30, вторую 25. Не обязательно, они должны быть четко одинаковыми, поэтому вы смотрите сами, как вы будете делать. Ну, я сделаю, допустим, две одинаковые, да. И смотрю, 30 и 30 это 60. То есть вот так вот у меня здесь уже будет место там, где втачивается оборка. Вот у меня линия бедра. Насколько мы хотим еще опуститься или подняться и изменить или не изменить величину этих оборок, вам решать самостоятельно. Ну, я, в принципе, наверное, ну, так вот и оставлю на этом месте. Поэтому я сейчас убираю сантиметровую ленту и смотрю. Ну, здесь, ну, давайте еще на сантиметр, там, на 5 миллиметров, вернее, опущусь. Поэтому сейчас я срезаю то, что у меня лишнее. Значит, я срезаю то, что лишнее, и могу здесь сразу добавить один сантиметр. Вот так вот. Делаю припуск на шов. Сразу же. Сразу же делаю припуск на шов. То есть, срезаю не 7, не 8 сантиметров, а 7 сантиметров. Вот так. И теперь я все это срежу. То есть, вот это мне будет не надо, а потом будут две оборки по 30 сантиметров. Дальше расширяю линию горловины. Ну, буду я расширять где-то сантиметра, наверное, на 3, на 3,5. Ну, где-то так. Ну, давайте на 3,5. Расширяю и на пару сантиметров углубляю. Поскольку у нас с вами здесь будет воротничок, поэтому нам углубить необходимо, чтобы воротничок красиво ложился и нам не мешал. То есть, вот так вот я углубила. Выточка, которая у нас есть, я на нее не обращаю внимания, я ее делать не буду. Поэтому плечевую линию, ну, вот так вот я продолжаю. Продолжаю. И для лучшего прилегания, вот здесь вот еще, смотрите, миллиметров 5 сниму, потому что так бы я выточкой чуть-чуть бы подтянула. А здесь я немножечко, вот, на 5 миллиметров опустилась, но я же буду снимать сейчас еще раствор выточки. Пока я его не трогаю. Следующее, что я делаю, давайте я могу спинку уже вырезать, давайте с полочкой сделаю сейчас то же самое. Опускаюсь вниз сантиметра на 4. Расширение делаю такое же. И провожу линию. Поскольку у меня вырез будет фигурный и воротничок не будет смыкаться, то я делаю еще углубление. Ну, смотрите, вот мы смотрим с вами и решаем, какое же оно у нас будет все-таки. Я даже вот так вот выкройку прикладывала к себе и смотрела. И вот здесь у меня карандашиком я приблизительно для себя уже определила. Смотрите, вот от этой точечки я опускаюсь вниз на 20 сантиметров. Ну, вот от верхней. 20 сантиметров. И сантиметр, полтора, ну, насколько вы хотите, мы прорисуем с вами вот так вот. Вот такую вот красивую линию горловины. То есть вот у нас все лишнее. И это мы сейчас с вами вырезаем. То есть вот так. Плечевые швы мы с вами сейчас еще вместе проверим, чтобы они были одинаковые. Я сейчас вырезаю по вновь нанесенным линиям и те линии, которые у меня есть. Полностью вырезаю. По спинке я буду делать шов, по спинке я буду делать выточку и по спинке я сделаю еще прогиб. Ну, вот прогиб я сделаю буквально здесь на один сантиметр, чтобы было лучшее прилегание. Ну, вот так вот. Еще добавлю и прогиб. Если у кого-то, ну, нет необходимости выполнять прогиб, пожалуйста, его тогда не делайте. Я делаю, потому что у меня немножко перегибистая фигура. Поэтому, ну, у меня вот даже, знаете, не то, что перегибистая фигура, да, ну, в плане спины у меня вот здесь вот прогиба сильного нет. Но у меня есть попа, да, вот здесь вот. И она за счет этого я все-таки хочу немножечко этот прогиб сделать. Тогда будет лучшее прилегание. Пока вырезаю вот здесь по, ну, пройма у нас сейчас немножечко будет меняться. Ну, я ее пока вырезаю вот так. Сейчас беру маркер, чтобы было лучше видно. Спинку пока откладываем в сторону, мы сейчас к ней вернемся, работаем с полочкой. Я на полочке хочу делать следующее. По пройме будет небольшое крылышко. Но я сейчас, ну, где-то сантиметр вот так вот по линии плечевой убираю. Здесь ничего не трогаю. Ну, здесь можно там до 5 миллиметров, допустим, убрать, да. Но я даже не хочу убирать 5 миллиметров. Я убираю буквально, ну, вот, чтобы красивая линия была, да. Скажем так, смотрите, я там сошла на миллиметр. Следующее, что я делаю, это делаю рельеф. И рельеф у меня будет идти от линии проймы и вот так вот вниз. Величина рельефа зависит от того, насколько вы хотите отступить. Я его вот сейчас вот возьму и прорисую, да. Относительно середины, сейчас возьму карандашик и посмотрю, на каком расстоянии. Ну, допустим, я его возьму на расстоянии, ну, например, сантиметров 18. Сейчас я посмотрю. У каждого это может быть своя величина. У каждого свой размер, да. У кого-то надо на 18, у кого-то на 12, на 15, если кто-то маленький. Смотрите, я провожу сейчас вот так вот линию. Вот. И дальше. Вот таким вот образом закрепляю. Вот я получила рельеф. Вот он у меня. И здесь просто прямая линия. Можно ее так и оставить, но я хочу расположить вытачку. Поэтому сантиметр в одну сторону, сантиметр в другую сторону. Где вытачка начинается, где она заканчивается, вот так вот я все повторяю. Повторяю и веду вот эти вот, как бы практически параллельно проведенным линиям вытачки. Я тоже вытачку прорисовала. Значит, здесь мы ее не делаем. Вот она расположена в этом месте. И вытачка нагрудная, я ее перенесу вот так, вот сюда. Теперь боковую линию я отрезаю. Вытачку вырезаю. Не буду я делать, ну, смотрите, я вот здесь этой вытачки вырезаю. И все это делаю. И все равно у меня не будет платья, ну, если взять, допустим, на меня с широким или узким, да, по линии талии. Оно будет свободным. Оно будет свободным. Кто хочет переталить больше, значит, делаем, естественно, вытачку четко-четко под свою фигуру. Вот боковушку я могу убрать в сторону. Разрезаем. Открылась у меня маленькая нагрудная вытачка. Остаток ее, да, который мы будем зашивать. Плечевую линию мы закрываем. Так, фиксирую. Так, сейчас сравняю. Вот здесь все. Следующее, что я делаю, это уравниваю плечевую линию. Прикладываю. Вот у меня линия горловины, вот линия горловины. Прикладываю. Я срезала 1 см на полочке. Плюс у меня еще вытачка на спинке, поэтому вот таким образом прикладываю и отмечаю, да, где мне нужно срезать. Это тоже необходимо сделать. И теперь, смотрите, я не буду трогать ширину, а я делаю вот так. Смотрю, когда я срежу, как у меня будет проходить эта линия. Она должна быть тоже плавно перетекающая. Поэтому я вот здесь, смотрите, вот эту вот сейчас еще сделаю тоже более красивую. Вот, ну, пару миллиметров еще срежу на полочке. Выточка, которая на спинке есть, она будет полноценной. Талиевая. Плечевую мы не делаем. И здесь тоже вот эти вот пару миллиметров, для того, чтобы был красивый переход, мы тоже сделали. Ну, собственно говоря, вот и все наше моделирование. Теперь нам нужно с вами построить воротничок-стойку. Воротничок-стойка. Как его можно сделать? Ну, смотрите, это может быть с вашей стороны. Вы можете взять и вырезать прямоугольную полоску ткани или бумаги той излечены, которая вам нужна. Я вам сейчас показываю. Я буду делать лично так. Значит, смотрите, вот я беру, ну, допустим, делаю 3 сантиметра, 2,5 сантиметра, высоту стойки. Да? Высоту стойки. Если мы хотим, чтобы она была вот такая вот просто прилегающая, вот прилегающая, чтобы она у нас ложилась по линии горловины, вот как она есть, да, то мы можем просто взять и вот так вот соединив плечевые срезы, подложив бумагу, высоту стойки определить и вот так вот прям параллельно линии горловины провести и получить вот стойку. Вот такая она у нас будет. Если вы хотите, чтобы она была, как-то лежала по-другому где-то, немножко она будет там, допустим, не выкладываться, ну, я имею в виду не полностью по горловине, а чтобы она именно была как стойкой, вы можете вырезать прямоугольник, вот такую полосочку. Потом мы с вами разрезаем и прикладываем. И смотрите, вот у нас спинка, да, вот сгиб. И я вот так вот беру, ну, допустим, вот, вот я получаю уже вот так вот стойку, да. Здесь у меня будет идти прямая линия, здесь я ее выкладываю, фиксирую. Это я вам показываю, как можно это сделать легко и просто. И дальше вы тоже продолжаете, 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 и у вас не обязательно вот здесь должна быть плоская линия, то есть она тогда не будет прилегать. И посмотрите на себе, на манекене, то есть на какую величину вы выйдете и как стойка у вас будет смотреться. Я, ну, буду, скорее всего, делать ее плоскую, поэтому еще раз повторюсь, что вот я буду отмерять 3 сантиметра, и вот так вот параллельно, параллельно у меня вот здесь вот будет сама стоечка. Могу теперь кроить, и значит, еще что я сделаю, я сделаю вот маленькое крылышко. Крылышко буду делать сантиметра 4, наверное, в ширину, вот здесь, да, сантиметров 50-60 в длину. Сейчас вам нарисую, что я имею в виду. Значит, можно сделать, поскольку ткань такая у нас легкая, то можно эта крылышко сделать даже двойным. Складываем вдвое. Это у меня была выкройка сарафана, видите, я ее использую сейчас. Вот у нас линия сгиба. Ну, сейчас я сразу здесь вот и вырежу. И смотрю, вот, допустим, у меня будет серединка, плечевая линия, скажем так, линия сгиба, да, вот она у меня остается. А вот здесь я откладываю 4 сантиметра, 4-4,5, ну, какую величину вы хотите. Ну, давайте, вот, 4,5 и 4,5, да. Пока провожу прямую линию. И от плечевой линии, ну, допустим, я возьму, там, сантиметров по 25, по 27 в сторону. Ну, давайте так, 27. Потом все, что лишнее, можно срезать. 27. И теперь я проделаю следующее. Вот я от этой точечки, ну, вот так вот, веду линию. И сюда веду линию. Здесь у меня сгиб будет. А вот здесь будем с вами делать присборку. Можно, то есть, его можно сделать вот такой двойной. А можно не делать двойной. Вот сейчас я сразу вырезаю. И вам покажу. Вот я сгибаю. Ну, чтобы одинаково у меня начиналось и заканчивалось. То есть, можно сделать вот так. Можно сделать в один слой. И выполнить подгиб. Это я имею в виду самого крылышка. И вот здесь мы присобираем. Там, где открытые срезы. А здесь получается у нас уже закрытый срез. Вот и все. Сейчас я буду приступать к раскрою. Смотрите, две оборки, которые я буду делать. Я вам сказала, что они у меня будут по 30 сантиметров. Но у нас с вами, вот смотрите, вот 30 сантиметров. И к верхней оборке мне нужно сделать припуск 2 сантиметра. Потому что с одной стороны и с другой стороны у меня шов. А здесь мне нужно 30 сантиметров плюс 1 сантиметр и 3 сантиметра, допустим, или 2 сантиметра на подгибку низа. Ну, вот где-то так. То тогда здесь будет либо 34 сантиметра, либо 33. Ну, на какую величину вы будете выполнять подгиб. Это тоже не забываем и учитываем.